сегодня я продолжаю серию различных обзоров и если до этого мы с вами разбирали карандаши то сегодня у меня обзор такого вот интересного материала аквамаркеры от скетч маркер 36 цветов набор и это у меня вот такой вот animals set я уже конечно же ими порисовала сделала выкраску нарисовала несколько иллюстраций готова поделиться своими впечатлениями об этих замечательных маркерах вот так вот набор выглядит и давайте посмотрим сначала что входит в набор вдруг вы не видели сейчас я быстро распакую его очень мне понравилось как запакован как упакован этот набор у него в комплекте есть вот такая вот раскраска для принципе иллюстрации здесь очень милые но бумага совершенно не подходит для аквамаркеров я для интереса попробовала раскрасить одну иллюстрацию аквамаркерами но да посмотрите первых как проступила краска и ужасно ужасно конечно тут все это дело смешивалась бумага не подходящее но если вы рисуете чем-то другим и любите раскрашивать то вполне себе милая раскрасочка замечательными добрыми сюжетами которые можно раскрасить но это конечно не главное такая вот здесь какая-то вот рекламка у самих аквамаркеров также в комплекте есть такая вот палитра небольшая потому что маркерами можно рисовать как самими по себе так и нанося их на палитру и набирая кисточка если вы например хотите сделать оттенок посветлее и в комплекте есть вот такая вот водяная кисть в принципе я нарисовала несколько иллюстраций кончик у нее все еще достаточно тонкий никак не повредился вода поступает хорошо иногда на мой взгляд чрезмерно можно было бы чуть-чуть поменьше приходится промакивать салфетку и вот такие вот три поддона с маркерами цвета в которых были распределены вот таким вот образом что касается цветовой гаммы этого набора то в целом он мне понравил она мне понравилась да здесь есть интересные желтые оттенки есть розовые фиолетовые красные есть несколько серых причем есть теплые серые есть холодные серые синие разные да вот есть зеленоватые синие есть и такие более холодные синие единственное что зеленые всего один да такой веридиан прямо такой настоящий дрененький зеленый но опять же так как это аквамаркеры их можно смешивать с другими цветами что собственно я делала в своей работе добавляла желтенький и смешивала как на палитре так и в самой иллюстрации и в принципе добивалась нужного мне оттенка я рисовала пейзажные работы чуть попозже вам покажу в принципе мне цветов хватило несмотря на то что заявлен как animal set мне кажется прекрасно можно рисовать этим набором цветы и в принципе он достаточно универсальные морские какие-то сюжеты тоже можно ими рисовать на мой взгляд есть два наконечника наконечник кисть я очень люблю такой наконечник он в меру мягкий он тоненький он позволяет делать линию самой разной толщины от самой тоненькой до толстой и второй наконечник у него пуля уже достаточно тонкий дает стабильную линию и если нужно вот прям провести какую-то линию одинаковой толщины то пользуюсь наконечником пуля если нужно что-то более живописное или покрыть большую площадь то тогда наконечника кисть я пользуюсь хочу что еще сказать про эти маркеры они очень капризны к бумаге то есть в принципе в целом я очень довольна ими когда я их пробовала вот делала выкраску это у меня стопроцентная целлюлоза то они замечательно как вы видите размывались я наносила половину цвета то есть как есть маркером и потом водой растягивала цвет в уголок и как вы видите хорошо очень все растягивалась без никакие линии лишние у меня не оставались мне все очень очень понравилось и когда я потом попробовал рисовать именно другой бумаги то у меня сразу же возникли большие проблемы потому что это был хлопок на самом деле я конечно видела в обзорах других художников что с хлопком эти маркеры не дружат но почему-то не придала ему значение начала рисовать иллюстрацию и вот совершенно я не могла размыть эти маркеры они туда сразу же въедались просто моментально и очень 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 сложно было все это дело размывать что я в итоге и очень редко не дорисовываю до конца какие-то работы но эту я не дорисовала оставила как есть и стала рисовать на другой бумаге вот та же самая иллюстрация у меня но это уже стопроцентная целлюлоза вот такая вот бумага от кэнсон акварель акварель xl формата 4 это целлюлоза 300 граммовая достаточно плотная и на ней мне понравилось как размывается эти маркеры у меня был опыт еще рисование этими маркерами на бумаге содержащий хлопок то есть не стопроцентный хлопок но опять же содержащий в себе хлопок и опять же мне пришлось очень сильно с этой бумагой воевать вот я сделала такую зарисовку из аниме ведьмина служба доставки вот и мне тоже пришлось повоевать это по моему у меня здесь бумага палаца 70 процентов хлопка 270 грамм и очень очень туго у меня шло дело я работу закончила ну например вот здесь мне пришлось высветлить белым карандашом вот хотя в целом вроде получилось иллюстрации и потом я уже нарисовала скетч зарисовку очень быструю такую давно хотела нарисовать одну фотографию я вам добавлю здесь сейчас увидел чтобы посмотрели стиле таком немножко мультяшном не хотелось его нарисовать и вот здесь вот у меня уже тоже целлюлоза но я не помню правда какая если честно этот скетчбук я шила сама давно и здесь прям тоже очень здорово у меня все размывалось в общем я сделала вывод он подтвердился с выводами других художников что маркеры эти очень хорошо дружат именно целлюлозной бумагой поэтому если вы планируете рисовать аквамаркерами то выбирайте именно целлюлозу но опять же для нас для художников это все намного упрощает дело потому что стоимость целлюлозы в разы меньше чем стоимость хлопковой бумаги какие выводы я для себя сделала пока рисовала этими маркерами что они замечательно подходят именно для иллюстрации для каких-то ярких таких сочных но по крайней мере этот набор я конечно думаю что палитра около маркеров достаточно большая вот здесь как раз на этой палетке показана вся палитра но опять же она не совпадает с реальными цветами поэтому ориентироваться не стоит но по крайней мере видно что цветов много 72 цвета и я уверена что здесь есть и приглушенные какие-то оттенки как я люблю но вот тот набор который мне достался он как раз для рисования каких-то ярких позитивных иллюстраций для скетчинга для вот таких каких-то зарисовок и мне кажется очень удобно брать именно с собой эти аквамаркеры я обязательно попробую взять их этим летом на пленэрчик потому что я обычно хожу с цветными карандашами да вы знаете мою любовь к ним но так как с аквамаркерами мне в общем-то не нужна вода мне нужны сами маркеры и вот такая вот водяная кисточка это тоже очень удобно и мне понравилось работать ими в технике линер плюс аквамаркеры плюс немного белой ручки и получается вот такие вот зарисовки линеры я тоже взяла от скетч маркер решила проверить их совместимость они водостойки буквально я даю минут пять им просохнуть чтобы они не размазывались и все поверх спокойно рисуем уже аквамаркерами целом я довольна этим материалом буду с удовольствием рисовать им летом на пленэр чеках еще обязательно покажу вам что у меня получится летом уже из натурных зарисовок и сейчас и для вас еще будет небольшой процесс я его прокомментирую он будет немножко ускорен но все свои действия прокомментирую и вы сможете посмотреть на эти маркеры в работе и так рисовать я буду вот такой вот скетч фотографию вы видите выше я уже сделала линейный рисунок черным маркером и теперь начинаю работу с цветом аквамаркерами чтобы небо получилось нежное и светлое я аквамаркер нанесла на палитру и уже набираю водяной кисточкой цвет таким образом разбавляя его для воды я тоже взяла тот же самый синий маркер также разбавляю водичкой то есть нанесла маркер на палитру и вот самые светлые участки таким образом наношу там где мне нужно цвет воды сделать потемнее я уже использую именно сам маркер без водяной кисточки затем я задаю самые светлые участки которые будут у меня в этой в этой зарисовке то есть сейчас я пока покрываю стены домов цветом дома без учета теней то же самое делаю со всеми остальными предметами то есть с мостом другими домиками зеленью и с деревом дома немного отличаются по оттенку поэтому я конечно же их также на своем скетче делаю разного цвета но и плюс довольно скучно если все здания будут абсолютно одинаковые по цвету и по тону поэтому я вот вношу такое разнообразие крыши хочу сделать ярко-красными вообще я последние дни рисовала много иллюстраций да мне очень нравится миядзаки мне очень нравится аниме и мне очень захотелось порисовать несколько кадров из этих фильмов и я собственно не отказывала себе в этом удовольствии и теперь захотела вот этот вот скетч нарисовать ну немножко приближенно к этому стилю сделать вот таким ярким сделать вот таким немножко мультяшным анимешным поэтому я беру цвета ярче чем те что у меня в скетче чем те что на фотографии заменяю некоторые оттенки то есть крыши например делаю очень очень яркие зеленый в этом наборе у меня один единственный веридиан такой изумрудный они очень естественный хотя как ни странно когда я рисовала кадры из аниме миядзаки из ведьминой службы доставки то там вся зелень она как раз примерно такого оттенка и есть поэтому здесь я тоже использую этот зеленый иногда добавляю в него желтый аквамаркеры прекрасно смешиваются между собой в том числе и водяной кисточкой для того чтобы создать тени я использую темно-синий маркер и в этот раз я решила не использовать его опять же как есть то есть наношу не сразу на бумагу а сначала на палитру а затем уже кисточкой водяной наношу тени на бумагу в те места в которых мне собственно нужна эта тень ориентируюсь по теням и по свету на фотографию чтобы иллюстрация была гармоничная за цвет тени лучше выбирать всегда один оттенок для всей иллюстрации обычный цвет неба немножко темнее чем небо и использую его в тенях здесь как вы видите я именно так и поступаю темно-синий оттенок у меня везде и на домах и на мосту и на зданиях и на деревьях в общем везде везде где мне нужно сделать цвет более темным я наношу прямо сразу самим аквамаркером а если мне нужно сделать цвет посветлее то опять же использую палитру также сделать цвет светлее помогает размытие аквамаркером и опять же мне очень нравятся эффекты получают очень даже акварельные если наносить аквамаркер на влажную бумагу здание отражается то здание которое справа немножко отражается в воде я наношу этот цвет в воду тоже на фотографии дерево на переднем плане очень светло ярко освещенное но чтобы выдвинуть дерево ближе к нам а здание справа отодвинуть назад я дерево делаю темным насыщенным чтобы оно прямо вот было с нами здесь близко а более светлый дом как раз при этом сразу уходит на второй план для самых темных мест в тенях на зданиях я использую все тот же синий маркер но уже наношу его не водяной кисточкой а именно самим маркером чтобы фактура на мосту не была такой яркой такой бросающийся в глаза, я размываю ее водяной кисточкой. Также наношу фактуру на кирпичные крыши зданий, чтобы было интереснее. В каких-то тонких моментах, там где немножечко меня подвел аквамаркер, где если где-то что-то вышло за линию, я подрисовываю линером, уточняю контуры, делаю их более четкими, более понятными, где-то прорисовываю какие-то дополнительные фактуры. В самом конце я добавляю акценты белой гелевой ручкой, создаю какие-то блики, если где-то у меня зашло за линию, там где должно быть светло, я опять же прокрываю белой ручкой, рисую перила на мосту также белой ручкой, добавляю где-то фактуры на свету опять же белой ручкой. В общем добавляю акценты в свою зарисовку. И вот такая зарисовка, такой скетч у меня в итоге получился. Мне очень понравилось работать аквамаркерами. Рисовать ими получается быстро, достаточно сделать два-три слоя, чтобы достигнуть нужного эффекта и я думаю, что они будут мне прекрасным подспорьем и помощниками в каких-то летних моих зарисовках. С удовольствием буду брать их с собой и скетчить, создавать такие вот яркие, позитивные иллюстрации.